Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим будущее криптовалют, а именно актуальные тренды и прогнозы. С вами канал Просто Крипта и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу настоятельно порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании, для получения самой актуальной информации из мира криптовалют, а также выигрыша в различных конкурсах и розыгрышах. Ну а также, если ты торгуешь или просто хочешь покупать криптовалюту, то рекомендую тебе зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем. Статус биткоина, как первой и самой известной криптовалюты, обеспечивает ему место в книгах экономической истории. Существующая финансовая система была подвергнута испытанию, и началась новая эра цифровых активов. И все это благодаря концепции децентрализованной одноранговой сети. Несмотря на существование других более технологически сложных криптовалют, биткоин по-прежнему имеет большие перспективы благодаря своей известности, растущей популярности и уже существующей сети. Кроме того, биткоин всегда подвержен сильным колебаниям цен, что может быть критично для некоторых инвесторов, если стоимость высока. Кроме того, биткоин может стать чем-то большим, чем просто ценная криптовалюта. Потенциальная полезность и ценность биткоина может возрасти по мере продолжения разработки и новых обновлений, улучшающих масштабируемость, эффективность и функциональность биткоина. Из его главных преимуществ можно выделить 4 фактора. Первый – это высокая рыночная ликвидность и большая популярность. Второй – это надежная монета, поддерживаемая проверенным блокчейном. Третье – это постоянные обновления благодаря новой версии. Ну и четвертое – это растущее признание в качестве законного средства обмена и сбережения. Ну а к основным минусам биткоина относят всего лишь два фактора. Из-за его первостепенного положения на рынке криптовалют колебания цен могут иметь далеко идущие последствия. Второе – это высокое энергопотребление майнинга биткоинов. Ну и вытекающая из этого критика воздействие на окружающую среду продолжается. Что касается трендов и будущего эфириума, то он уже вышел за рамки криптовалют. Эфириум занял особое место в онлайн-мире благодаря своей новаторской платформе для дабс, смарт-контрактов и растущей индустрии DeFi и NFT. Обещание эфириум основывается не только на самой монете, но и на многих успешных новых приложениях, разработанных в ее сети. Ожидается, что эфириум будет расти в цене, поскольку мир принимает децентрализацию. Ну и постоянное обновление платформы, особенно обновления до эфириум 2.0, обещают повышение масштабируемости и эффективности. Что может увеличить популярность и использование эфириума. Касательно преимуществ можно выделить следующие. Первое, это поддержка платформы дабс, DeFi и NFT, делает ее широко применимой, как я уже говорил ранее. Второе, это надежная поддержка пользователей и энергичная команда разработчиков. Третье, это большой потенциал для расширения по мере роста, спроса в отраслях DeFi и NFT. Ну и четвертое, это эфириум 2.0 и другие частые обновления сети обеспечивают долгосрочную стабильность. К основным недостаткам второй криптовалюты можно отнести следующее. Эфириум 2.0 призван решить проблему масштабируемости, которая неоднократно мешала сети. Ну и второе, это некоторые пользователи и разработчики жалуются на высокие транзакционные издержки. Ну а теперь приближаемся к актуальным трендам всего рынка криптовалют, что не менее важно. Одним из главных трендов является рост интереса к токенам, которые предоставляют собой отдельные единицы цифровых активов, созданные на основе блокчейна. Токены могут выполнять различные функции, такие как голосование, обмен и т.д. Кроме того, они могут быть проданы или обменены на другие криптовалюты. Еще одним важным трендом является увеличение числа стран и компаний, принимающих криптовалюты в качестве платежей. Это открыло множество новых возможностей и повысило уровень удобства использования криптовалюты. Ну и некоторые известные компании, например, как Тесла, Пейпау и т.д. принимают биткоин в качестве оплаты. Третий тренд, который необходимо учитывать в сфере криптовалют, это увеличение участия институциональных инвесторов. В настоящее время многие крупные компании и фирмы начинают вкладывать крупные суммы денег в криптовалюты. И это повышает уровень доверия и приводит к тому же росту криптовалют. Ну а теперь не менее важные прогнозы на эфириум и биткоин к 2025 году. На сегодняшний день две самые известные криптовалюты, биткоин и эфириум, имеют потенциал для дальнейшего роста. Согласно исследованиям, произведенному компанией Long Forecast, цена биткоина может достичь 230 тысяч долларов к 2025 году. Если биткоин к 2025 году вырастет в 10 раз, то прогноз эфириум равен 17 тысячам долларов. Итог таков. Имейте в виду, что большой потенциал прибыли монет также сопряжен с большими опасностями и рисками. Рынок криптовалют, как известно, нестабилен, а колебания цен могут быть резкими и быстрыми. Тщательное рассмотрение важно, и вы никогда не должны рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Исследование, управление рисками и терпением – это три наиболее важных качества для успешных инвестиций в биткоин, альткоины и так далее. Ну а возможностей в мире криптовалют предостаточно, и при правильной стратегии вы можете извлечь из них выгоду. Но на этой ноте наше видео подходит к концу, если вам было интересно и полезно, то не забывайте ставить лайки, а также колокольчики и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Кстати, напишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующий выпуск, таким образом мы с вами будем делать контент вместе. Ну и пока мы с вами не попрощались, то рекомендую снова подписаться на наш телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании, а также зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit, тоже ссылочка в описании, для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто – это просто.